Просто зашли и попросили. Я говорю, хочу купить этот телефон, дайте посмотреть, пожалуйста. Мне дают его посмотреть. Все. И все. После этой несложной манипуляции в разыскной сводке полиции появилась эта видеозапись. На кадрах молодой человек рассматривает в руке дорогой смартфон, а другую руку прячет в кармане. Он подозревается в ограблении скупки телефонов. Фото попало в сводке с текстом при обнаружении задержать. Лейтенант полиции Екатерина Васильева, следуя на службу, как раз обнаружила подозреваемое лицо с ориентировки. Сориентировалась и решила проследить за подозрительным мужчиной. Оперативное чутье не подвело зло. Умышленник попал в руки полиции при попытке сбыть награбленное. Девушка грамотным приемом обезвредила подозреваемого и вызвала подкрепление. Увидела нашего подозреваемого. И после чего сообщила ему, он меня уточнил где, и я говорю, я за ним сейчас проследую, окончательную точку я в любом случае тебе скажу. Вот после этого я сообщила сотрудникам уголовного розыска, и они приехали где уже, я непосредственно задержала человека. Ну, в принципе, серьезная операция по задержанию. Ну, можно сказать так. Это просто случайность, я так думаю, и просто внимательность моя. Вы молодец. При допросе выяснилось, задержанный причастен еще к одному грабежу. И вновь его целью стали мобильные устройства. Всего мужчина награбил на 50 тысяч рублей. На свободу он вышел 15 марта. Вор со стажем. Имущественные преступления совершает с 12 лет. Не брезговал и разбоем. К слову, в момент задержания у него в кармане был нож. А руку в магазине он прятал, потому что вся его криминальная жизненная история отображена на кисти в виде тюремных наколок. Вот это что значит? Какой именно? Ну, давайте с пальцев начнем. Привет, бродягам и ворам. Патрицаловские, 158-я, 161-я, 111-я, костяная рука. Паук неисправимый, с паутины. На вопрос, знали ли вы о ноже, Екатерина отвечает однозначно. Нет, но это и не важно. А изучить наколки у нее было достаточно времени. В тот момент, когда она удерживала эту кисть за спиной. Нас обучают приемам борьбы. И я думаю, что в любом случае оказала бы ему достойное сопротивление. 12 лет отбыл. Как он мне пояснил, когда я его задерживала в суде, он сказал, я возвращаюсь в свою среду обитания. В среду обитания, то есть в тюрьму, молодой человек вернется очень скоро. Обвинение ему уже предъявили, он находится под арестом. К слову, на свободе грабитель пробыл всего полмесяца. Алексей Килевра, Александр Барановский. Новости сейчас.